Алло? 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 Алло, кто на трон? И так каждый день, десятками раз. Современный человек уже не представляет своей жизни без чудо-техники. Без телефона, как без рук. Но раз в году всем абонентам сотовой связи предлагают оказаться вне зоны доступа, отключить мобильники и принять участие во всемирной акции против одекофонии. Так называется страх быть отрезанным от всего мира. Выяснилось, попасть в зависимость от собственного телефона можно легко. Если, например, человек забывает телефон дома, он, значит, уже хочет, не хочет, но начинает паниковать и переживать. И тем самым начинает его искать. И вследствие паники у него повышается артериальное давление, сердце начинается биться чаще. И, естественно, здесь идет уже какое-то заболевание, связанное с сердечно-слосудистыми. Жанебек Тажимбетов из тех людей, которых в наше время редко встретишь. Мобильную связь и сотовые гаджеты мужчина не признает. Но недавно ему все же пришлось приобрести мобильный телефон. Дети заставили. Жанебек Тажимбетов ни капельки не переживает, если забывает сотовые дома. Правда, таких людей в Шенкенте единицы. От сотового телефона больше вреда, чем пользы. Во-первых, от них голова болит. Во-вторых, они мешают, когда едешь в машине. По сотовому телефону разговариваю всего два-три раза в день. Зависимость от мобильного телефона удел не только старших. Каждый второй шенкентский школьник может похвастаться новеньким смартфоном или просто обычной соткой. Получается, привыкать к опасному гаджету они начинают с детства. Внимание детей начальной школы буквально поглощено тем, что происходит на экране мобильного телефона. И в этот момент дети ничего не видят и не слышат. Вот это, я считаю, действительно внушает серьезные опасения. Об опасном влиянии мобильника на ребенка родителям говорить устали. И сами дети уже наизусть знают все болезни от сотовой связи. От рака до аутизма. От тебя могут заболеть глаза. Можешь надеть очки. Ну, может пропасть зрение и может ухудшиться память. Может появиться рак. Но дело это не меняет. Заботливые мамы и папы как покупали детям телефоны, так и продолжают это делать. Как говорится, чем бы дитё не тешилось. Я закапризничала, чтобы мне купили сотку. Отказаться от сотового телефона в этот день активисты США предлагали всему миру. Похоже, что шемкензы предложение проигнорировали. Уж слишком мы зависимы от мобильника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!